И снова здравствуйте, мои хорошие! Мы продолжаем с вами серию движений и стандартной двигательной терапии. Для того, чтобы изучить, как может двигаться ваше тело, какие внутренние блоки и зажимы в нем существуют. И вот на таких чудеснейших пейзажах вы можете двигаться и изучать, либо даже стоя у себя в комнате или перед зеркалом. Вы делаете это где возможно. Можно это делать по утрам или вечерам, тогда, когда вы считаете необходимым порадовать свое тело, поизучать и попробовать какие-то новые движения для своего тела. И сегодня мы переходим к еще одной части тела, к коленям, которые также имеют чуть больше степеней свободы. И вы начинаете точно так же с каких-то привычных для вас действий. Это может быть движение вверх и вниз, обычные какие-то приседания. Это может быть какие-то движения из стороны в сторону. Это может быть движение по одному полену или куда-то вовнутрь. Или одновременно. Или по кругу. Это движение, которое вы уже когда-то делаете. И самое главное делаете с таким изучением, чтобы с удовольствием. И потом в какой-то момент вы как-то позволяете коленям уже двигаться абсолютно в себе привычном, непривычном ритме или в движении. Ну, как-то так. Представляю, что вы как-будто отпускаете свои колени на свободу. Вы можете даже попробовать изучить. Их направить вниз. Или направить вверх. Ну, постепенно, 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 постепенно. Вы точно так же замедляете свои движения. Останавливаетесь. И наблюдаете, как продолжают работать колени. Как теперь вниз, не чувствуешь себя. С таким внутренним созерцанием. С внутренней радостью и удивлением. И потом постепенно открываете глаза. Делаете хороший вдох, выдох. И так же поблагодарите свое тело. За то, что оно вам исправно служит. Ну и мы с вами двигаемся дальше. Продолжайте наблюдать за нашими видео. Подписывайтесь на наш видеоканал. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии. С вами была Светлана Високова. На берегу этого чудесного Красного моря Шар Мышей.